Привет! Давайте разберем, какие приложения для ВКонтакте вы можете создать и чем они друг от друга отличаются. Итак, если вы решили разработать приложение для ВКонтакте, то вы можете создать встраиваемое приложение, стендалон приложение, сайт или скилл для голосового помощника Маруси. Мини-приложение ВКонтакте – это встраиваемое приложение, которое необходимо для решения каких-то прикладных задач. С помощью мини-приложений пользователи могут ввести дневник спортивных тренировок, не выходя из социальной сети, проходить тесты или заказывать совместно обед и так далее. Отличительные особенности встраиваемых мини-приложений. Во-первых, они размещены на внешнем сервере разработчика. Его страница отображается внутри UI ВКонтакте, в iFrame или WebView. Оно общается с ВКонтакте через open-source библиотеку VK Bridge, получая доступ к социальным механикам и взаимодействуя с пользователями. Если рассматривать типы именно мини-приложений, то здесь можно выделить развлекательный и лайфстайл, утилитарный, B2B, SMB, мини-приложения брендов, спецпроекты и мини-приложения от ВК. Глобально пользователи могут находить ваши приложения разными способами. Так называемыми точками входа могут быть Каталог и поиск. После модерации ваше мини-приложение будет доступно абсолютно всем пользователям ВКонтакте без ограничений. Фичи. Типа кнопки в профиле. Представьте, что вы заходите в профиль к своему другу, у которого скоро день рождения, а по одной кнопке вы можете перейти в его виш-лист и без труда выбрать подарок, который его точно порадует. Следующая точка входа – интеграция в мессенджер. Когда при обычной переписке в чате пользователи могут перейти в мини-приложение и решить свою задачу. Например, совместно заказать обед или распределить список задач по проекту. Интеграция в SuperApp – это мини-приложение, где пользователи ВКонтакте за выполнение заданий по вашим же сервисам могут получать приятные бонусы. И интеграция в другие проекты также может служить точкой входа в ваш сервис. Это не запрещено. Глобально можно выделить три вида мини-приложений, каждый из которых расширяет опыт разных пользователей. Первое – это обычное мини-приложение, которое вы видите в каталоге сервиса. Каждое из них решает определенную задачу пользователя. Это может быть развлечение, инструмент для решения какой-то задачи наподобие конвертации валюты, формирование маршрута путешествия и многое другое. Также вы можете создать мини-приложение, которое будет нацелено на узкую аудиторию и будет доступно только по ссылке и не отображаться в каталоге. Например, это может быть сервис для вашего университета, школы или творческого коллектива. И третий вид мини-приложений – это сервисы для сообществ, целевая аудитория которых – это авторы блогов, SMM-менеджеров, сообщества ВКонтакте. С помощью таких сервисов авторы устраивают взаимодействие с аудиторией, проводят опросы, продают билеты на концерты, устраивают розыгрыши. И все это делает администратор сообщества на свою аудиторию. Можно сказать, что такие мини-приложения помогают разнообразить жизнь сообщества, улучшить взаимодействие с аудиторией и как-то разнообразить в нем активность. Отмечу, что обычные мини-приложения можно настроить так, чтобы их можно было устанавливать в сообществе. Например, если ваше мини-приложение помогает отслеживать даты выхода новых эпизодов сериалов, то, преобразовав его в меня для сообществ, тематические блоги про кино также смогут его устанавливать, и оно будет доступно по одному клику в этих сообществах. Это значительно может расширить аудиторию вашего сервиса. Скорее всего, при выборе идеи приложения вы также зададитесь вопросом, а какие из категорий мини-приложений наиболее популярны? Сейчас в каталоге сервиса ВКонтакте 23 тематики. Каждый пользователь сможет всегда найти себе сервис по душе, необходимости и интересам, причем это может быть спорт, бизнес, транспорт, образование и еще много-много категорий. Конечно же, есть тематики, которые пользуются особой популярностью. Зачастую такими сервисами являются приложения из категории развлечения, где пользователи в формате короткой сессии проводят свой досуг. Также сервисы из категории общения – это приложения для знакомств, анонимные мессенджеры и тайные чаты. И категория образ жизни, где в основном собраны разнообразные сервисы, отвечающие интересам и образу жизни людей. Мини-приложения с заботой о питомцах, NFT и сервисы для благотворительности и добрых дел. Но и отдельно еще хочется выделить категорию инструментов, в которой находятся очень полезные приложения для личного пользования и развития бизнеса. Тут есть возможные рассылки, голосования, инструменты для аналитики и статистики, планировщики дел и встреч, и даже сервисы для работы с нейросетями. Когда вы размышляете над идеей приложения, не забудьте подумать и над тем, где могут чаще бывать его потенциальные пользователи. Ответ на этот вопрос поможет вам выбрать оптимальный вид мини-приложения, определить фичи, которые в нем будут, и стать более заметным среди своей аудитории. Продолжение следует...